Я хочу, когда научиться ходить, в пятерочку пойти работать. Дима научился ходить. Вик, привет, это я, Сергей. Вы? Да. Вы сегодня приехали? Да. Вы как? Я очень рада вас видеть. Там просто иногда нужно поправлять, а так он работает. Как это так? Вот что у меня получилось, смотри. Слушай, а мечта-то какая-то есть? Какая-нибудь у тебя прям заветная-заветная. Я не осилю, потому что у меня пенсия только, ну, почти без двух тысяч. Ну что, друзья, вот так, братаны. Что так? Можно вас сомневаться? Конечно, ну что ты. Спасибо большое. Отец детей, он 4 года назад повесил. Тяжелая ситуация. Ну, не выдержал троих детей инвалидов. Это тоже наносочек. У них лабых ДЦП. Моя мечта – поучиться ходить. Вот и все. Привет, ребята. Привет. Привет. Не ходите. Спасибо вам огромное. Это действительно будет. Много стоит, чтобы вы отозвались к вам и ждете. Присаживайтесь. Слушай, Дима. Там, к сожалению, полного объема операции сделать не получилось, потому что там вместе операции апрелские оказывались. Все, спасибо. Пока. Он не может ее поднять. Он стоит на пятке. Смотри, сам ходит. На пятке стоит, да? Да. Это уже чудеса для них. Это не чудеса, это работа. Так на спокойной работе. Понял. Все, не будем вас отвлекать. Мы сейчас находимся у Кати. Сейчас вы видите результаты. Привет, Катюш. Привет. Как у вас дела? Да ничего. Ребятки, это вам подарочки небольшие. Ой, спасибо. Пожалуйста. У нас еще кое-что в машине. Мы вам огромную такую кучу еды привезли. Надо все вытаскивать. Расскажи, Кать, как вообще у них обстоят дела сейчас? Намного лучше, чем было. Конечно. По сравнению с тем, что было. Подросли так ребята вообще. Ну, естественно. Ты просто давно не видела. Давно не видела. Как сейчас с ходьбой? Ну, получше. Лучше покажете, ребят, как у вас получается. Дим, ты подросток. Он вытянулся. Кстати, после операции, да, он намного вытянулся. Видишь, у нас тут канадские палочки. Только не спеши, Дим, ладно? Слушай, молодец. А то он у нас бегун такой. Он же раньше не мог этого делать. Ну, сейчас операция будет либо в августе, либо в конце года. Врач сказал, я посмотрю по их хождению. То есть, если есть... Ну, он и так уже видит, что улучшения есть. Это обалдеть просто, какие улучшения. Вот, и он сказал, что, наверное, в конце года, он сейчас просто в отпуске, я ему видео отправила. Да. Он говорит, я приеду, 9-го, 10-го посмотрю. Да. А так мы с ним всегда на связи. То есть, или он мне звонит, или я ему в электронной почте связываемся. Димка, видишь, он вытянулся. Молодец какой, а! И давно ты так уже ходишь? Ага. Сколько? Именно сколько месяцев? Да. Ну, после первой операции так начал ходить. Сначала на костылях, а потом он его перевел, Сергей Витальевич, на канадские палочки. Прошло 4 месяца после второго этапа операции. Дима научился ходить с канадскими палочками достаточно уверенно, причем не только по ровной дорожке, без посторонней помощи. Женя научился ходить с ходунками без посторонней помощи. И тоже, не только по ровной дорожке. Спешу поделиться с вами радостью. Ах, ну и спеши, Ир. Ему по траве, я видел, скидывалась, я тебе говорю, по траве, кажется, важновато еще. По траве сложно, да. Ну, стараемся. Ага. Молодец какой. Он сказал, чередуйте час ходунки, час костыли, час ходунки. Ну, он сам практически, да, ты его вообще не держишь? Ну, дома, да, он сам ходит. А вот на костылях, конечно, он будет твоей поддержкой. Женька раньше ползал вообще. Обалдеть. Вот мы каждый час, то костыли, то ходунки, то костыли, то ходунки. Не, ну это настоящее чудо, врач просто умничка. Если бы мы раньше о нем знали, а то некоторые люди в Туле живут, и мне пишут, а где это, а кто это, а как это. Это в вашем городе. А нам в Туле живем, мы о нем вообще первый раз слышим даже. Потому что это нигде не афишируется, это нигде никто не говорит. Ребята, если кому-то нужна помощь, это не реклама, это вот просто помощь людям. Давай обратно. Я оставлю здесь ссылочку на его канал и почту. Телефон тоже оставим клинике, куда вы можете записаться, если есть такие же проблемы, как у ребят ДЦП. Ну там не только детей, там и взрослых. И взрослых. Вот у нас сейчас девочка Вика, может, видела о выпуске Вика? Вот у нее же ДЦП. Может, он ей тоже поможет? Мы вот сейчас постараемся связаться. Просто не хочется его грузить, мы и платно сможем, я думаю, сделать операцию. Посмотрим. Друзья, многие уже знают, что у меня есть своя система тренировок спины и шеи, которую я выполняю уже на протяжении многих лет, каждое утро. Сразу хочу сказать, если кто-то думает, что повыполняв недельку, все проблемы со спиной исчезнут, то лучше даже не начинайте. Процесс формирования осанки путем укрепления спины и шеи – это долгий процесс, который требует долгого систематического подхода. Но после этих тренировок я стал лучше чувствовать свое тело, моторика улучшилась. Я стал выполнять те спортивные элементы, о которых мне пришлось на время забыть. Моя нейромышечная связь тоже улучшилась. Я стал по-другому ходить, бегать, стоять и сидеть. Тело становится цельным стержнем от пяток до затылка. Также я считаю, что эти упражнения крайне важны для кровообращения в малом тазу для мужчин. А для детей я считаю, что эти упражнения необходимы для формирования правильной осанки. Этому делу я посвятил долгие годы. В детстве у меня очень часто болела голова. Я перепил кучу цитрамона, прошел очень много обследований, но они ничего не показали. Врачи сказали, что у меня диагноз сосудистая дистония. Потом у меня была травма спины лет 25. Была грыжа, несколько протрузий. Я не мог даже на пятый этаж с сумками из магазина зайти. И все это продолжалось долгие годы, пока я не разработал вместе со своим тренером программу тренировок для спины и шеи. Я вам скажу, что после двух месяцев занятий у меня пропали боли в спине. А через некоторое время я понял, что в аптеку за цитрамоном я не хожу. Головные боли ушли на нет. И я до сих пор на протяжении 9 лет занимаюсь именно по этой системе каждое утро по 15-20 минут. Эти упражнения подойдут абсолютно всем, будь вы человек в возрасте или спортсменом. К тому же для тренировок вам не понадобится ничего, кроме своего тела и 20 минут вашего времени. Именно по этой системе я начал заниматься с сыном с 3,5 лет. У него была очень слабая спина, неправильная осанка. А теперь вы видите сами. Это система, проверенная на мне и моем сыне. Вы видите реальный результат, а не мифические обещания, успешный успех и так далее. Сейчас моя система тренировок полностью готова. Вы можете приобрести ее под этим видео в описании. Сделайте себе подарок и купите себе и своим близким немножечко здоровья на долгие годы. Благодарю вас, друзья, за внимание. Жень, а сколько ты ходишь так вот по времени в день? С утра и до самого вечера. Серьезно? Да, он сказал, прям с утра и до того момента, как спать. Молодцы. Я постоянно хожу. Я не каждый час, я могу и каждые две минуты ходить, каждую одну минуту. Постоянно, да? Ты стремишься полностью, да, начать ходить без костылей? Молодец, молодец. Очень здорово. Сейчас продукты все выгрузим, какие купили. Там самое необходимое. Я очень рад за ребят на самом деле. Такие вы молодцы, стараетесь. И операции преодолели, это многого стоит. Страшно было перед операцией? Ну, перед первой, да. А потом? А потом сейчас поедет. Потом нормально, да? А что у него на шею вот тут? Красно. Это мы так моемся. Тремся, да, Дим? Просто тер, тер и... И не дотер. Не дотер. Или перетер. А где моете-то сейчас? В ванной. Здесь? В доме? Да. А, тут есть вода, да? Ну, вода-то есть, а вот канализации-то еще не сделали. Пока на этом этапе, да, все. Там сейчас зима, вот здесь жить не будем. И очень много желающих дома тут вскрывать. А сколько стоит канализация примерно? Ну, 100-120, я так думаю. 120, да? Да. Смотря у кого. Тут уже по-разному они там, ценники у них. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вы довольны операциями, которые были? Да. Я хочу, когда научиться ходить, в пятерочку пойти работать. Правда? Да. А кем там будешь работать? Я не знаю, кто там есть. Наверное, я не знаю, какую работу дадут, так и буду работать. Главное, чтобы была зарплата. Понял. Молодец, а что? Молодец. Хочу научиться ходить, завести себе карточку банковскую, пойти работать и все. Ну, да, чтобы быть независимым, да? Ага. И жить где-нибудь. Все уже подросток. Молодец. Хочу жить, например, в Москве или вообще в Воскресенск приехать. А то там, это, Руслан к своей сестре уезжает в Воскресенск. И поэтому, не знаю, переехать туда и жить там, и ходить к нему в гости, чтобы не ждать его все лето. И сдружить-то не с кем, да? Ну, да, они из детей только. Вот Руслан, Ольки, Полинка, но в третий класс перешла, и вот ребята. Скажи, как Лера вообще? Все так же, все на одной эпофазе, да. Она пьет таблетки? Ну, естественно, конечно. Все пьет, да? Да, у нее бисептол, железо. Бисептол? И она постоянно на бисептоле, да? Ну, пожизненно, да. Каждый день. Это же такое старое лекарство, этот бисептол. Ну, да. Еще в наше детство он был, помнишь? Да. Вместо антибиотиков мы его пили. Ну, вот она его пила. Неактивированный. Она еще активного была. Доза увеличивается, увеличивается с возрастом. Угу. Сейчас тоже в августе с ней в Москву. Ну, мы же в том году лежали с ней. И это мы все оплатим там, что касается детей, все оплатим. Ладно, я позвоню тогда в Москву, когда нас там запишут. Пока вот... Ребята, а у вас какое-то желание есть? Вот мечта какая-то? Может быть, что у них какая? О чем они мечтают? Ну, рассказывайте. Я же не могу. Ну, я уже объяснил. Хочу работать. Работать? Пятерочку. На YouTube снимать. На YouTube снимать? Да. Что еще можно на YouTube снять? Конечно, игры. Игры? Потому что сейчас никто ничего не смотрит. На YouTube не успеваешь зайти сразу. Игры выскакивают. Вот стример юный. Да? Ага. А что, можно делать стримы, обзоры игры и так же зарабатывать? Например, на Twitch. Но Twitch. Молодец. На YouTube никак невозможно заработать. Только благодаря рекламе. На YouTube невозможно заработать. Только с помощью рекламы. Потому что YouTube отключил монетизацию. Да. Я это заметил. Ключил еще в каком году? По-моему, в 2021. Потому что сейчас невозможно ни в какие нормальные игры поиграть. Все игры из России поудаляли. Поэтому я изменил страну, чтобы играть в нормальные игры. Сейчас всякая, так скажем, всякая, я не знаю, просто одна реклама в играх. Молодец какой ты. Смотри. Ты молодец. Очень хорошо, кстати, разбирается во всем. И к тому же сейчас новинки, игры выходят. Я не могу сказать. Новые игры. Новые игры выходят. Ты вообще, я хотела на велосипеде научиться кататься. Чтобы покататься там где-нибудь. И, например, в Белеве покататься, посмотреть, что там в Белеве. Конечно, я знаю, что в Белеве вряд ли что-то интересное можно найти. Это только на видео показывают и рассказывают одно. А когда в Белеве гуляешь, видно совсем другое. Жень, давай, не скрывай. Да я могу, в принципе, сказать. Он хотел это, такую, либо какую-нибудь, такую приставочку, типа, там всякие Nintendo, PlayStation. Потому что сейчас мы просто любители в Mortal Kombat так поиграть чуть-чуть. Друзья, я очень хочу вас поблагодарить. Люди, которые помогают нам. Это очень важно. Без вас мы бы не смогли просто помогать нашим героям. Спасибо вам огромное. Ну а всем тем, кому нравится то, что мы делаем, вы всегда можете нас поддержать. Ваша поддержка крайне важна. Без вас мы не смогли бы помочь такому количеству человек. Спасибо вам большое, друзья. Вся информация по поводу помощи нашему каналу будет в описании к этому видео. И обязательно подпишитесь на наш канал. Это тоже огромная помощь. А сейчас мы отправляемся к Вике. И мы решили подарить ей классный подарок. И надеемся как-то порадовать ее. В общем, поехали вместе с нами и получим массу положительных эмоций. А для зрителей, которые смотрят этот канал впервые, я немножечко напомню, кто такая Вика. Это девочка с очень сложной судьбой. Мне 21 год. Родителей у меня нет. Вот, я сирота. Воспитывалась в детском доме. У меня есть особенности здоровья. А у моей сестры нет. Ее взяла родная тетя по отцовской линии. Так как у меня есть особенности со здоровьем, меня тетя не смогла взять. А Алину вот мою сестру взяли в семью. Ну, несмотря на то, что у нее тяжелое заболевание, несмотря на то, что жизнь ее далеко не сказка, она настолько позитивная, настолько добрая. В общем, сейчас вы все сами увидите. Вам, ребята, по секрету сейчас покажу. Ну, что я купил для Вики? Какой подарок. Так, так, так. Вот. Телевизор, ребята. Это сороковая диагональ. Почему он раскрыт? Потому что он вместе с ножками. Ножки уже мы привинтили. И сегодня ей подарок. Я уверен, ей понравится подарок. Она очень эмоциональная, добрая девчонка. И ей очень приятно помогать. Вика нас ждет, интересно? Нет. Не ждет? Я к ней не звоню. Да. В общем, Вика нас не ждет. И это будет сюрприз для нее. Ну, мы опять сейчас заявимся с мороженым. А потом подарим то, что вы видели, друзья. Друзья, хочу вам рассказать про Свету. Это подружка Вики. В общем, она полностью отказалась от помощи. Потому что ей помогают другие ребята. Так что к ней мы не поедем. Она написала большое спасибо. Очень скромная, хорошая девочка. Ну, если ей что-нибудь понадобится. В общем, наши координаты есть. Скай всегда пишет. Мы ей сюда поможем. Музыка. Вика, привет. Это я, Сергей. Вы? Да. Вы сегодня приехали? Да. Сейчас, сейчас. Подождите минутку тогда. Конечно. Мы тут будем. Музыка. 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 Подождите, подождите, сейчас. Конечно, конечно. Музыка. Вот это да, говорит. Вот это да. Короче, пока мы ждали Вику. Я придумал, как подарить ей этот сюрприз телевизору. Ну, сейчас вы увидите. Не знаю, Дейка не особо, конечно, блещет интеллектом. Но уж извините. Что есть, то есть. Дейк, привет. Здравствуйте. Простите меня, пожалуйста, что так получилось. Как ты? Все хорошо. Нормально? Да. А тут музычка играла. А вы слышите? Слышите? Моя скупь морожная. Спасибо большое. Давай я скорее в холодильник поставлю. Да, да, только вы. Я сделаю тебе все, я ее сейчас поставлю. Хорошо. Вот. А вы поможете мне, пожалуйста, обуться? Конечно, конечно. Так, чуку-пай, это так идет. Спасибо вам огромное. Спасибо, что это надо. Извините, что вы так долго ждали. Да ладно, не долго мы ждали. Давай, помогу, давай. Не больно тебя? Нет, нет. Так, дожди сейчас. Ну все же, расшнурем, да? Да. Вы на меня точно не обижаетесь? Да как на тебя обижаться можно? Я очень рада вас видеть. Да вы тоже тебя рада видеть. Просто так получилось, правда. Мы же тебя не предупредили. Вот. Ну да. Ты скажи, предупреждайте в следующий раз. Нет, ну и так я вам не буду говорить. Ну ладно, все равно. Вот. Пойдемте, я вам покажу, как я там разложила все. Молодец, пойдем. Давай. Так, с костелями можно я пойду? Чтоб так было попроще. Вот как я немножко тут все расставила. Ага. Проходите. Вот. О, здорово. Ну почти. Тут осталось только вот по сумкам и по чемоданам остались теплые вещи. А так все уместилось. Спасибо вам большое. Да не за что, Вик. Не за что, конечно. Так, телевизор-то нормально работает? Да, нормально работает. Ну что, хорошо. А ключ покажешь нам? Да. Сейчас. Сейчас. Это просто бывает иногда так резина. Ну, антенна. Антенна. Бывает тогда. Ясно. Там просто иногда нужно поправлять, а так он и работает. Но он не очень хорошо работает. Видишь, как экран мигает прям. Его надо починить. А как его починить? У меня идея есть хорошая. Сейчас мы его отсоединим. Я знаю кое-что, что нужно сделать. Его надо усовершенствовать. У меня одна штучка есть. Я тебе серьезно. Усилитель? Ну, что-то типа того. Сейчас, подожди. Ой, как его выключить? Выключаем. Сейчас, подожди. Соединяем. Я спец в телевизорах, Вик. Да, да. Я всю жизнь телевизорами занимался. Сейчас. Телевизор. Сколько же ему лет? Мне кажется, он, Дим, тебе ровесник. Ну, по-старше, вот. Вик, ну я починил. Правда так быстро? Да. Как это так? Вот что у меня получилось. Смотри. Ого, не может быть. Да. Вот так, ребята. Золотые руки. Спасибо вам, Катюш. Большое. Большое дело сделали. Починили телевизор, Вики. Как тебе? Ты его, наверное, не узнаешь, да? Не плохо? Да, это вообще другое. Понятно дело. Так, вот тумбочка только мы тебе много, как мы еще под телевизор подберем. Он хорошо стоял. Потому что это большой телевизор, и он, видишь, на ножке он не становится, но он может вот так вот стоять пока что. И очень даже неплохо. Спасибо вам большое. Пожалуйста. И который только глаза слепить в этом телевизоре в маленьком. Но на самом деле он у тебя тоже, конечно. Там мы его никуда не забрали. Так. Ну что, подсоединяем? Да. Слушай, а кто это у тебя на фотографии? Скажи. На фотографии. Вот на этой. Да, да. Это Елена Валерьевна, заместитель директора Березки, в центре Березки. Ага. Мы с ней общаемся. Она очень хорошая женщина. Я ее очень люблю. Здорово, что есть такие люди приятные. А это кто на фотографии? Это мы с вами. Что за парень-то? Я что, я что парнем себя называю? Да, ладно. А вот это кто? А это подружка моя, Соня. Мы с ней познакомились тоже в центре Березка. А какие у тебя впечатления о Елене Валерьевне? Кто она для тебя? Расскажи. Ну, она очень замечательная. Я ее очень люблю. Она добрый, искренний человек. Она ко мне со всей душой и теплотой относится. Я ее очень-очень люблю. Если она тебе как близкий человек. Да, да. Она мне очень близкий человек. Для меня, ну, никому не в обиду. Для меня она самая лучшая. Ясно. Вот. Да, у тебя очень уютно стало. Ты так хорошо все распределила. Здорово. Все очень аккуратненько. Скажи, а ты используешь вот эти вот... Да, я использую. В них нужно ходить, ну, получается, хотя бы час или полчаса. Я сегодня уже ходила. А что, как они влияют на твой организм? У меня, ну, уже коленки согнуты, где коленный сустав, там все фиксируются, и у меня ножки выпрямляются. Угу. И если я буду регулярно, ну, как бы заниматься, в них ходить, то есть вероятность и много шансов, что у меня ножки скоро выпрямятся и не будет на коленках таких контрактур. Знаете, что хочу в конце месяца? Я себе куплю шкаф, чтобы повесить верхнюю одежду и платье, чтобы, ну, как бы, их поглажу, и чтобы они у меня висели. Угу. Ну, это хорошее. Я же вам говорила то, что я сама обустрою салоней, так вам много помогли. Да ладно, но все равно, мне очень приятно тебе помогать. А шкаф ты куда хочешь поставить? Вот сюда? Да, шкаф, нет, туда напротив комода, где сейчас там сумка и чемодан. А, вот сюда в угол, да? Да, но я подобрала уже, сказала, чтобы мне цвет, вот как вы мне подобрали комод, потому что мне очень понравилось. Спасибо. Понравился комод наш? Ну ладно, хорошо. И я теперь буду себе только такие стульчики брать, потому что мне понравились такие стульки. Хорошо, хорошо, Вик. Слушай, а операция, вот допустим, по реабилитации тоже сейчас вот проводят операции с надрезом связок и сшиванием по новой? Ну, она вообще тебе поможет как бы? Ну, я думаю, это нужно консультироваться с врачами, я не знаю, но как бы если, ну, если, ну, как бы будет такая возможность, то я как бы готова. Я, конечно, знаю, что мне заново придется восстанавливаться, но если это необходимо, ну, что... Если это поможет. Да, если это поможет, вот, то как бы я готова. Я, честно говоря, не специалист, но вот мы мальчикам делаем, но они младше тебя намного. В центре, в Туле, очень хороший доктор, он делает им операции, и сейчас там очень хорошие результаты у них. То есть у них выпрямляются ножки, они начинают лучше ходить. О, вот это, конечно, крутяк. Спасибо вам огромное. Записывай еще что. Ну, он очень дорогой. Да нормально сейчас, да хватит тебе его успокоить. Все, спасибо большое, до свидания. Заскочил еще в Алберис, забрал какой-то ценный браслетик для Вики, сейчас его привезу. Биб, браслетик. А вы можете, ну, распаковать мне, пожалуйста? Давай, распакуем сейчас. Вау, спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Вот так, наверное, да? Да. Его надо... А, все, он полный. Это на память. Это от кого, расскажи? Это, это я себе заказала, это моя подружка, очень хорошая Соня, вы видели на фотографиях. Да, и ты ее имя заказала себе? Да, да. Вот иначе. То есть ты хороший человек, Вика. А можно с вами сфотографироваться где-нибудь? Конечно. А расскажи нам про эту подружку, почему она так ценна для тебя? Почему ты решила ее имя вносить в себя на запястье? Ну, когда мы с ней познакомились, я почувствовала, что таких, как она, нет. Она мне во многом помогала, многому меня научила. Мы с ней делали поделки. Она меня научила делать из, ну, цветочки из салфеток. Мы с ней очень хорошо проводили время, разукрашивали. Вот. Она меня даже немного учила рисовать. Да? Как бы, да. А что ты любишь рисовать? Ну, я еще только учусь, потому что я плохо рисую. Ну, я буду стараться научиться, чтобы потом ей подарить рисунок, вот. Чтобы ей было приятно. Ладно. Вы на меня точно не обижались. Хорош тебе. Ты что, как можно на тебя обижаться? Ну, что, друзья? Ну, что так получилось? Вот так, братаны. Что так? Можно ли это мне? Конечно. Ну, что ты? Спасибо большое. Мы с тобой дружим и всегда будем тебе помогать. Если у нас будет возможность, всегда приедем, поможем. Так что не переживай. Спасибо вам большое, но вам, правда, не стоит тратиться. У меня этот телевизор же работает, просто иногда, ну, из-за погоды бывает сигнал. А так он работает. Вот, честно. Я видел. Хорошо. Правда. Слушай, а мечта-то какая-то есть? Какая-нибудь у тебя прям заветная-заветная. Может быть, поехать куда-то, не знаю, что-то посмотреть, побыть где-то, в Москву съездить. Не знаю, есть какие-то мысли? Ну, я даже не знаю. А хочешь в Москву как-нибудь съездить увидеть? Ты была там вообще? В Москве, да, я была. А где именно была? Я была в цирке в Москве. В цирке? Да. На Красной площади была? На Красной площади нет. Ни разу не была? Нет, ни разу не была. Ты хотела бы посмотреть Москву? Ну, я хотела, но если только с вами. Ну, понятно. Я одна не как бы в чужом городе. Ну, я вот, знаешь, я обещать не буду заранее, но я очень подумаю, вот куда тебе лучше съездить. Может быть, даже где-то санаторий веке съездить. Может, куда-то, знаешь, ты на море была? На море была в Топсе с сестрой, когда ездила к ней в гости. Ну, а вот твои желания, может быть, что-то есть такое, подумай? Мои желания? Да. Не стесняйся. Честно, я хочу съездить в Березку, вот, но я уже была, ну, там по путевке. Ага. А как туда, можно туда платно попасть, как-то, в эту Березку? Ну, вроде бы можно, но там платная путевка. А сколько она стоит? Ну, я точно не знаю, я очень бы хотела поехать, но я не осилю, потому что у меня пенсия только, ну, почти без двух тысяч. Вот, почти это вся пенсия. 15 тысяч, да? Нет, у меня 17. Ну, понятно. Вот, ну, как бы я просто не осилю, хотя я очень бы хотела Березку. Ну, дай мне телефон, я просто узнаю, поспрашиваю. Хорошо, я вам могу дать телефон или директора, или вот Елены Валерьевны, кого вам лучше? Елены Валерьевны, да? Хорошо. А ты помнишь Елены? Да, Елены Валерьевны помню. Спасибо вам большое. И нужно красивое место, чтобы мы с вами сфоткались. Алло? Елена Валерьевна, здравствуйте. Это Сергей. Ну, вот Вике помогаем вашей хорошей знакомой. Вика, она бывала в вашем центре. Хорошо поняла. Вы поняли, да, про кого идет Вить? Да, да. Мы бы хотели ей купить путевку, вообще, как это возможно, чтобы она у вас побыла, прошла какую-то реабилитацию. Я даже не знаю, как это все происходит у вас. Подскажите, возможно это будет? Я думаю, возможно, но вам надо будет позвонить по рабочему телефону. Я, к сожалению, оттуда уволилась. Ага. Вот, запишите номер телефона. Да, сейчас, секундочку. Да, и вам все там скажут, Сергей. А вообще, туда вы позвоните, они вам скажут, в какое время они могут ее принять. Да. До 18 дней. Понял. Вот. Так при себе иметь в таком случае паспорт, не деньги наличные. Ага, ага. Чего сложного нет, да. Но только надо туда обязательно перезвонить, потому что они там... Конечно. А сегодня они работают, подскажите? Нет, рабочее время с понедельника по пятницу. А, хорошо. Сейчас до двух обед. Понял вас. Все хорошо. Тогда будем договариваться уже в понедельник. Спасибо большое. Да, да, да. Все, друзья. Спасибо вам огромное, что были с нами, что смотрели наши выпуски, что подписывайтесь на наш канал, помогайте нам. Это огромная помощь. Без вас мы бы никак не справились. Всем вам пожелаю крепкого здоровья. Смотрите информацию под видео. Подписывайтесь на наши соцсети. Всем вам огромное спасибо. Всех обнял. И увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok